приветствую вас на канале центра индивидуальной мобильности новинки 2023 года от производителя автоаксессуаров компании Artway. Это Artway X14 и Artway X12. Посмотрите внимательно на эти самокаты и напишите в комментариях, что их объединяет. Подробные характеристики вы видите сейчас на экране, кому интересно, поставьте на паузу. Ну а в двух словах, модель X14 отличается от X12 10-дюймовыми колесами и аккумулятором большей емкости. Но при этом у модели X12 есть огромное преимущество в виде передней и задней подвески. Перейдем к комплектации, точнее сказать, начнем наш обзор традиционно с комплектации. На несколько секунд перенесемся в студию, я вам покажу, что лежит в коробке вместе с этими моделями. Комплекты поставок самокатов крайне схожи. Различия, конечно же, в инструкции по эксплуатации. У X14 есть дополнительная брошюра с информацией по приложению, которое необходимо установить для настройки самоката. А у X12 о приложении речь идет в инструкции. Ее можно скачать по QR-коду на странице 14 для Android и iOS. Выглядит приложение вот так. Зарядное устройство у модели X12 компактное, бесшумное. Ток заряда 1,5 А. Получается полностью батарею. Это зарядное устройство зарядит за 5 часов. У X14 зарядное устройство больше по габаритам. И ток заряда у него больше, заряжает оно самокат, конечно же, быстрее. По крайней мере, сравнительно быстрее. Ток заряда 2 А. То есть полностью аккумулятор X14 зарядит за 7,5-8 часов. Ну и различаются ключи. Ключ намекает на премиальность модели X14. Как видите, с пластиковой головкой. Три варианта шестигранников. А у X12 ключа 2 и ключи классические Г-образные. Я не зря заговорил про вопрос о том, что объединяет эти модели, поскольку сравнивать два разных самоката в одном обзоре, ну, было бы сложновато, да и скучно, пожалуй. Так вот, у этих моделей абсолютно одинаковые рулевые колонки, а значит, познакомить вас с самокатом мне уже будет проще. Одинаковые механизмы складывания, концепция вывода проводов и еще ряд вещей. Ну, не теряя времени, давайте начнем осматривать один и второй самокат. Ну и по ходу дела разберемся об особенностях той и другой модели. Рули у самокатов абсолютно одинаковые, не складные, верхняя часть одинаковая. Чуть-чуть различия есть в грипсах. У X12 более ярко выраженные крупные пупырышки на грипсы. У X14 эти пупырышки, они помельче и такие поделикатнее, однако держаться и за одну, и за другую приятно. Курки газа одинаковые, ручки тормоза одинаковые, тормозные тросики одинаковые, ну, разве что цветами немножко различаются. Немного различаются дисплеи, несмотря что X14 более старшая модель, у X12 дисплей немного ярче. Этот хоть как-то виден на ярком солнце, а этот практически не виден. Хотя, как вы видите, центральная часть у них очень похожа. Хотя чуть-чуть различается. Тут стекло единое, а тут два раздельных стекла в верхней и нижней части. Ручки тормоза очень похожи, но чуть-чуть различаются. У X12 ручка полностью металлическая, у X14 с мягкой резиновой накладкой. Кстати, нажимается у X14 тормоз мягче. Звонки. Чуть-чуть тональности разные, но в целом звонки одинаковые. И одинаковые крючки для крепления в сложном состоянии. Чуть ранее я сказал, что рулевые колонки одинаковые, это и так, и не так одновременно. Ну, то есть, конструкция у них одинаковая, концепция одинаковая. Однако, разная длина и высота от деки. У модели X12 высота руля от деки составляет, ну, 94 сантиметра. У модели X14 эта длина на 4 сантиметра больше 98 сантиметров. То есть, для более высоких ездоков модель X14 подойдет лучше. Складывание. Поднимаю вверх предохранитель, отвожу вперед флажок, механизм складывания освобождается, и рулевая колонка складывается, цепляется за крючок на крыле. Это если мы говорим про X12, ну, а у X14 все то же самое, только крючок на крыле немножко другой формы, но в целом все очень-очень похоже. Взвешиваем. Начнем с легкой модели. Это у нас Artway X12. Так, сбросили, поднимаем. И вес 14,1 килограмма получается. И это самокат с литыми покрышками и подвеской спереди и сзади. Ну, то есть, пружина, сталь, ну, все тяжелое. Взвешиваем модель X14. Интересно, что получится здесь. 15,5 килограмм. В сложном виде удобно измерить длину самокатов. У Artway X14 длина от края до края составляет, ну, что-то около 115-116 сантиметров. X12 на его фоне малютка. Чуть больше метра. 105 сантиметров приблизительно. Ну, насколько мне позволяет рулетка измерить. Полезная длина деки. Ну, то есть, то расстояние, на котором у вас будут размещаться ноги. Измеряю от края до края. У Artway X12 у меня намерилось 56 сантиметров. Ну, если вообще актуально мерить то, что находится за гусем. У X14 место гораздо больше. Здесь, правильнее измерить, до края деки около крыла 66 сантиметров. То есть, почти на 10 сантиметров больше. Согласитесь, это значительная разница. Колеса и подвеска. У X12 передняя подвеска есть. Выполнена в виде телескопической вилки. Мотор располагается спереди. Покрышка летая, перфорированная. У X14 переднее колесо без мотора. Покрышка также летая, только 10-дюймовая, не перфорированная. Ну, и в переднем колесе у X14 располагается безотказный, надежный и долговечный барабанный тормоз. У X12 передний тормоз только электрический, а вот механический у него задний. Сейчас я поставил его специально рядом с моделью X14. У X12 тормоз дисковый на базе 110-120-мм ротора. А вот у модели X14 сзади механического тормоза нет, потому что мотор располагается сзади, и в нем как раз-таки присутствует электрический тормоз. То есть, получается еще одно отличие этих моделей в том, что модель X12 – мотор спереди, модель X14 – мотор сзади. Что кому больше нравится по езде, напишите в комментариях. Раз уж говорим про заднюю часть, сразу поговорим про крылья. Посмотрите, как крыло дребезжит, болтается у модели X12. При этом держится вроде бы надежно. Самое главное, на мой взгляд, на него не наступать, потому что без дополнительных подпоров крыло может легко сломаться при работе подвески. А вот у X14 крыло максимально надежно выглядит. Дополнительные опоры справа-слева в задней части ни капельки не болтается и не дребезжит, что называется, в стороны. Кстати, под дребезгом у X12 я подразумевал то, что оно сильно ходит в стороны, но звука при его болтанке, скажем так, нет. Ну, то есть, просто в разные стороны вот так вот телепается и все. Несколько раз говорил о том, что покрышки литые у одной и у другой модели, но ничего не сказал про их размерность. У модели X12 перфорированная литая покрышка, даже на ощупь она мягенькая, а размерность ее 8,5 на 2. У модели X14 покрышка без перфорации, жестче, и размерность ее 10 на 2,5. Маркировка моторов. У модели X12 мотор рассчитан на 36 вольт, ширина магнитов указана 30 мм. И далее стоит что-то похожее на мощность 350V. У модели X14 про габариты внутреннего мотора можно только догадываться, но по форме обода, по форме крышек, скорее всего, мотор там стоит 30 мм шириной и 115 мм диаметром. То есть, это тяговый мотор, который понравится однозначно крупным пользователям. Дорожный просвет X12 в передней части составляет что-то около 125 мм, в задней части, ну, что-то около 110 мм. При этом подставка дорожный просвет не съедает. У Artway X14 и в передней и задней части дорожный просвет одинаковый. 80 мм спереди и 80 мм сзади. Подставка складываю, проверяю, тоже вниз не торчит, дорожный просвет не съедает. Освещение. Здесь абсолютный паритет, боковых подсветок нет ни у одного, ни у другого самоката. Фары на вид одинаковые по яркости. Ну, сейчас солнечный день сравнить сложно, но, по-моему, тоже одинаковые. Но обратите внимание на задние фонари. У обоих самокатов, даже в солнечный день, под прямыми лучами, видно, работает задний фонарь или нет. Ну и, конечно же, при нажатии на тормоз моргать начинает задний стоп-сигнал или габарит у модели X12. И аналогичным образом моргает фонарь у модели X14. Ну, разве что только у X14 крыло не болтается и фонарь выглядит массивнее и аккуратнее. Подвеска у X14, ее нет. И ожидать, что хоть как-то амортизировать при езде по ровным поверхностям на кочках небольших будут литые колеса, по крайней мере, под моим весом было бы странно. А вот модель X12 в этом плане выглядит заинтереснее. Даже когда я встаю на самокат, подвеска начинает работать и передний, и задний. И вот тут комфорта гораздо больше. И интересно, как поведет себя и одна, и другая модель во время тест-драйва. С передней подвеской X12 все в целом понятно. Телескопическая вилка с относительно небольшим ходом. А вот как устроена задняя подвеска, удобно посмотреть сейчас. Это сдвоенный амортизатор с полиуретановой вставкой, трубкой усиливающей. Ну и в целом классическая схема, которая используется на многих-многих самокатах с одной осью для амортизатора и одной осью для маятника. Но самое главное, что эта конструкция в целом надежная и достаточно долговечная. Люфтов, кстати говоря, в ней вот прямо из коробки нет. То есть вот это вот начинает работать уже пружина. Конечно, настало время прокатиться. Но перед тем, как ехать, давайте посмотрим, что же может приложение, которое есть и для одной, и для другой модели. Запускаю приложение Lensod. Открывается вот такая навороченная панель. Глаза разбегаются, куда смотреть. Но в основные все данные здесь видны. Это скорость, заряд аккумулятора. В общем, на экран вы еще успеете насмотреться. Нас интересуют настройки. Настройки. Старт, столчка и автостарт. Ну-ка. Включилось или нет? Да, все, самокат поехал без отталкивания. Ну, иными словами, самая беспокоящая многих функция – это старт с отталкиванием, старт без отталкивания. У X12 легко настраивается через приложение. Также можно подкорректировать показания спидометра, настроить, как я понимаю, режим рекуперации, есть она или нет. А также включен контроль, включил круиз-контроль или выключен круиз-контроль. Ну, в общем, ничего нового, но самое главное, что в приложении все это можно настроить. Для управления моделью X14 запускаю приложение Мини-робот. Ранее я уже подключался к самокату, ну и, в общем-то, сразу же попал на основной экран отображения информации. Тут тоже ничего особенного. Заходим в настройки. Нулевой старт. Проверяем. Да. Вот, в общем-то, чем опасен нулевой старт. Чуть задеваете курок, и самокат вырывается вперед. Как говорится, беспрекрас, поэтому на ваше усмотрение. Передний, кстати говоря, привод, точнее сказать, переднеприводный самокат удержать возможно. То есть вы держите руль, колесо пробуксовывает. А вот задний самокат будет вырываться очень сильно вперед, хоть до того, что встанет на заднее колесо. Поэтому отключаем нулевой старт от греха подальше. Ограничение скорости настроить нельзя. Самокат жестко заблочен на 25 км в час. Ну и можно настроить круиз-контроль, километр мили и установить емкость аккумулятора. Ну, про остальные функции рассказывать особо не интересно. Я думаю, если приобретете этот самокат, поковыряйтесь в настройках и увидите, что да как. А вот сейчас параллельно смотрю, может быть, все-таки... Нет, мне показалось, что пленочка тонированная, но нет, она не тонированный. Дисплей действительно не очень хорошо виден на солнце. Ну, сравните со смартфоном. Пока катался, переключал режимы, заметил то, что у X14 есть режим движения с пешеходом. Тут прям человечек светится начинать. Показать на камеру это сложно, потому что дисплей не очень яркий. Вот что он делает. Нажимаю полный газ и вот чуть-чуть разгоняю самокат, и он начинает подхватывать скорость, ну, что-то типа 5 км в час. Очень медленно разгоняется. Иными словами, я могу использовать этот режим для того, чтобы заезжать в пандусы, например. То есть, вот, ну, скорость поддерживать минимальную вполне комфортно. Замер максимальной скорости Artway X12. Давлю полный газ. GPS не работал до этого. Это сейчас вторая попытка заезда уже, замера максималки. Сначала вы увидите именно ее, вот эту вторую попытку, чтобы свериться с GPS-ом. Ну, а потом я уже расскажу про ощущения отъезда на этом электросамокате. Итак, максимальная скорость, согласно GPS-у, была 24 км в час. При этом бортовик показывает 23. Ну, то есть, плюс туда-сюда равномерно и одно с другим совпадает. На мой взгляд, это самое главное. Ну, и перейдем к впечатлениям отъезды, к поведению на дороге и прочим всяким вещам. Еду вверх по уклону. Ну, здесь достаточно пологий въезд. Но суть в том, что, конечно, ожидать каких-то диких скоростных характеристик от этого электросамоката, ну, совершенно точно неправильно. Вот. Наконец-то я услышал по разбитому асфальту хоть какие-то звуки от подвески. И вилка прям на выбоиных, на настоящих выбоиных, будет издавать какие-то звуки. Вот здесь попробуем сейчас. Ну, вы вряд ли слышали, но это был стук от вилки еще в том числе. Здесь лучше. Ага. Вот тоже чуть-чуть стукнула вилка. Но в целом, в целом шасси бесшумное. Вот этот уклон, по которому я сейчас спускаюсь, ранее он был покруче. Сейчас вы сделали более пологим. Уклон где-то около 10 градусов. Ну, попробуем въехать. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, вот 10 градусов уклон совершенно запросто меня затягивает в горочку. Ну, и, соответственно, я могу передвигаться совершенно адекватно. К чему... Ага, еще раз. На распрямлении, получается, вилка стучит. Так вот, к чему я говорю и клоню вот про эти уклоны и прочее. Ведь на таких самокатах, ну, вряд ли кто-то ездит в какие-то там дальние путешествия. То есть, это такой утилитарный транспорт для города. Подскок, так называемый. Что у нас с дорожным просветом? Пытаюсь закатиться в высоченный бордюр. Прям очень высокий. И вот только в этом месте Деканде чуть-чуть цепляет бордюр. Соответственно, дальше уже колесо. Ну, то есть, если бы это был мой самокат, а не обзорный, я бы, честно говоря, чуть-чуть его протащил на днище, и заднее колесо тогда бы заехал. Попробуем в обратную сторону. Так, переднее колесо. Так, крыло самое главное не оторвать, да? То есть, чуть придерживаем. И все. И здесь дальше, смотрите, по дорожному просвету порядок. Ну, то есть, если скатывать самокат, то нужно делать это, конечно, немножко осторожно. А вот если закатывать, то тут шансов что-то повредить намного меньше. Приятно катиться самокат с точки зрения того, что он очень легко идет. И я не фанат литых покрышек. Да, они передают вибрацию. Но в случае с конкретно этими покрышками, на конкретно этом самокате, ситуация с литыми покрышками не такая уж и плачевная, как на многих других. По шумности, ну, как вы видели, я проезжал какие-то мелкие неровности. От шасси шума я никакого не услышал. В целом, ощущение от того, что вот эти вот литые покрышки или еще что-то такое доставляет мне дискомфорт при езде, ну, такого нет. То есть, подвеска под моим весом 75 кг работает совершенно адекватно. Тестовая поездка на Artway X14. Давайте начнем с измерения максимальной скорости. Самокат борзо так дергает с места, и вот на ходу прям видно, как он реагирует на круг газа. Итак, полный газ. Ну, я не буду ждать каких-то диких скоростей. Скорее всего, самокат заблокирован на 25 км в час. Так, включился круиз-контроль. Да, вот все, едем на круизе 24-25 км в час. GPS-качет, это связано с известными событиями. Ну, а я что хочу сказать. Литые покрышки. Литые покрышки. Даже вроде бы я качусь по ровному автомобильному асфальту, но жесткость резины, она прям очень сильно ощущается. Не сказать, что прям как на железных или деревянных колесах. Нет, такого, конечно, нет. Но, тем не менее, есть. Тяговитость. Вот только что была горочка. И я ее проехал, честно хочу сказать, даже особо не заметил, как. Разгоняться я не пытался, но самокат нескоростной. Кстати, отвлекусь, трясет, конечно, очень сильно. И сейчас был такой участок, ну, участок, не участок, место, где присутствует вот такая резкая впадина. Я надеюсь, вам ее на камеру видно. И дальше ребро бордюра. Так вот, как ни странно, на этом ребре литые покрышки отработали, как сильно накаченные воздушные, ну, пневматические шины. То есть, ну, в плане комфорта, вот под мой вес 75 кг, ну, жестковато. Ну, тут даже сказать по-другому нельзя, там, мол, типа, учтите, там. Вот, если бы, не, ребят, литые покрышки, это, с одной стороны, жесткость, но, с другой стороны, накат хороший. Итак, пытаемся заехать в бордюр, где-то на середине деки хватает, ну, и задняя часть, что у нас здесь получится, скатываемся. Ну, здесь тоже на брюхо садится. В общем, самокат этот бордюр не любит, это точно совершенно. Придется его как-то снимать, поднимать. Чувствуете, как дергает? Ну, то есть, вот, я уверен, что вам на камеру даже видно, что дотрагиваюсь до курка, и он прям рвется с места. Подъедем к уклону, у нас их два. Один вон там, где лесенка, там 10 градусов, а этот покруче, он где-то 11. И, смотрите, вообще отлично. Раз. Все. Вообще без проблем. Прямо ходом на бордюр, ну, тут тоже, в общем-то, более-менее адекватно. Ну, и продолжим движение сейчас по второму уклону. Там, как я говорил, горочка чуть более пологая. Опа. Со свистом они ушли. Ну, и я, в общем-то, без разгончика вверх легко поднялся. Срабатывает круиз-контроль. Вот это, конечно, неприятная вещь. Связано это с тем, что вот ехал в горку, да, в уклон, вверх по уклону. Давил полный газ. Уклон закончился, а круиз-контроль-то уже сработал. И в итоге самокат меня продолжает разгонять, несмотря на то, что я отпустил курок газа. Поэтому круиз-контроль, конечно, нужно отключать. Ну, а так в целом, ну что, тихое шасси. Вроде ничего не скрипит, не гремит, не грохочет. Катит адекватно. Ну, вот, наверное, вес где-нибудь 95-100 килограмм для этого самоката будет вообще отличный. Но, как по мне, он немножко жестковат. Кому понравится? 100% понравится женщинам, девушкам и их парням-мужьям, потому что самокатам ничего не нужно делать. Проколы не страшны. Давление в колесах проверять не надо. Зарядил, поехал. Либо работает, либо не работает. Ну, по тест-драйву это, пожалуй, все. Традиционно после тест-драйвов на одной и на другой модели готов с вами поделиться впечатлениями об одном и о другом самокате. Ну, прежде всего, хочу отметить то, что концепция у обеих этих моделей одна – это больше ездить и меньше обслуживать. И в случае с X14 эта концепция в какой-то степени работает немножко лучше, поскольку тормоз передний барабанный. Но при этом забыли рекуперативный тормоз электрический, то есть самый надежный и безотказный. У модели X12 присутствует мощный дисковый механический тормоз, который вроде бы требует обслуживания иногда, но при этом у него есть мощный рекуперативный тормоз. По езде оба самоката категорически хорошо катятся по гладким поверхностям, но если мы берем хоть какую-то неровную дорожку с выбанными или с гравием немного, то X14, по крайней мере для моего веса в 75 килограммов, совершенно однозначно будет жестковат. Даже несмотря на то, что у него неубиваемые литые покрышки. X12 в этом плане выглядит гораздо более привлекательно, катится мягче, и мне так показалось, что накат у этой модели лучше. По дорожному просвету X14 ниже, чем X12, но сказать то, что у кого-то будут проблемы из-за этого дорожного просвета, я, пожалуй, не могу. У X14 старт с места рисковат, по крайней мере под мой вес 75 килограммов. И для более тяжелого ездока этот старт, он наоборот, подарит массу приятных ощущений из-за того, что самокат будет резче, так сказать, уносить пользователя вперед. И опять же, с тяжелым пользователем литые покрышки, которые для меня казались жесткими, наоборот, будут плюсом. Поскольку как раз-таки под большим весом они будут работать более адекватно, чем под моим. Иными словами, вот говорю, сейчас говорю, и, как вы понимаете, все слова сходятся к тому, что X14 это модель все-таки для крупных людей. Ну, сравнивая с моим весом, я бы сказал, что, наверное, 100 килограммов или 100 плюс, это вот X14 можно рекомендовать совершенно однозначно. Для всех остальных X12 подойдет за глаза и по динамике, и по тяговитости, и по плавности хода, и по всему остальному. Но есть одно но, это запас хода. А какую из моделей выбрали бы вы? Напишите в комментариях. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Напомню, с вами был Михаил, Центр индивидуальной мобильности, место, где вы можете приобрести технику, подготовленную к эксплуатации, и заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Ссылка на обе модели, на наш центр, в описании к этому ролику. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok